Добрый вечер, это программа «Здесь и сейчас» в студии Ксения Воронина. В этом году турпоток в регионе снизился на 34%, а доходы гостиничного бизнеса упали в два раза. Сегодня в программе мы будем говорить не только о проблемах этой отрасли, но и развитии туристической сферы, о том, как ее использовать для привлечения инвесторов. Гость нашей студии – председатель комитета по туризму Владимирской области Сергей Агудин. А я напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефоны студии – 32-43-22 и 32-62-33, код города – 4922. Звоните, постараемся ответить на все ваши вопросы. Сергей Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер, рад вас видеть. Спасибо вам большое, спасибо, что вы к нам пришли. И, вы знаете, мы традиционно спрашиваем у наших гостей, которые недавно заступили на новую должность, как вы оцениваете состояние той отрасли, за которую вы теперь отвечаете, вот таким свежим, профессиональным взглядом? Да, были бы времена получше с точки зрения ситуации, конечно, я бы долго и долго рассказывал здесь. А в целом ситуация, конечно, сложная на данный момент, и сложность эти вызваны ограничениями в связи с вирусом. Вот, вместе с тем, хочется сказать, что буквально уже за этот период времени, погрузившись в ситуацию в районах нашего Владимирской области, у нас, например, в Муроме открылась, ну, буквально там две недели назад, новая, ну, реновированная гостиница. Вот, и, в общем-то, Муром с еще большей теплотой готов принимать туристов, готов принимать гостей. На прошлой неделе у нас завершился прием заявок на конкурс среди муниципалитетов на туристские проекты. И эти туристские проекты, они как раз-таки помогут сформировать новые причины, точки притяжения для приезда к нам в наш регион. Поэтому я бы, конечно, при понимании всей ситуации, что, да, сложно, но смотрел не назад, а смотрел вперед. Конечно. А, все-таки вот, ну, я уже поняла, что из любой ситуации можно выйти очень хорошо, и любую ситуацию можно как-то для себя повернуть в положительное русло. Но вот если оценивать, насколько сильным был удар по сравнению, возможно, с другими регионами, возможно, если отстраненно посмотреть, можно сказать, что сильный или не сильный, такую оценку можно дать? Ну, понятие сильное, оно относительно, да, для кого-то сильно одно, для кого-то другое. Вот, поэтому если, как правильно говоря, да, в сравнении с другими регионами, а если еще и ближайшими в частности говорить, то, конечно, у нас ситуация примерно одинаковая. Когда у нас есть ограничения вне зависимости от регионов, есть во Владимирской области ограничения, есть в Ярославской области, там в других областях есть ограничения на перемещение, передвижение, путешествие, проживание в гасинице и так далее. Поэтому, ну, здесь мы все в единых этих условиях развивались. Ну, собственно, как и сейчас тоже все в одних и тех же условиях, да, смотрим вот с нашими новыми перспективными проектами вперед в будущее. Вот. Ну, по статистическим данным вы информацию уже дали. Вот. Поэтому, что здесь можно добавить? Можно добавить, что по факту снижения ограничений, конечно, в нашем регионе чувствуется динамика и прирост по посещениям. Уже, опять же, за этот период времени на прошлой неделе вот встречался лично с директором Владимир Сульского музея-заповедника, встречался с директором Юрьевпольского музея. Вот. И коллеги отмечали, что, посмотрите, ну, фотографии показывали, показывали там статистику, да. О том, что даже в будние дни продолжают добыть... Туристы приезжают. Ну, да. Понимаете, какая-то фиксация машин, да. Когда, например, в Муромцево там 10-15 машин, коллеги показывают фотографии, вот люди приезжают. И поток этот наращивается с точки зрения, если сравнивать с предыдущим годом. Юрьевпольский музей, да, вот как один из примеров, который я тоже привел, там на порядка 90% посетителей это москвичи, ну, и наши соседи из других регионов, которые приезжают на выходные, которые приезжают в будние дни с семьями, с детьми для того, чтобы, ну, расширить свой кругозор, провести вместе время, в общем-то, ну, использовать время с пользой, да, и в данном случае, ну, соблюдая все нормы, наш регион готов принимать туристов, вот. А мне еще знаете, что кажется? Вот мы все с вами активные пользователи, пользователи социальных сетей, и, на мой взгляд, во Владимирскую область, наоборот, стали приезжать намного больше, особенно звезды, начиная там с Ивана Урганта, разных актеров. То есть, вот это вы как-то тоже отслеживаете, потому что все-таки границы закрыты, да, и наше Золотое кольцо, Суздаль, Владимир, Гороховец, все это очень удобно, ты приехал, посмотрел, есть где отдохнуть. То есть, отслеживать с точки зрения, кто приезжает из персон, было бы, конечно, здорово, да, мы внесем такое предложение к нашим Триско-информационным центру, для того, чтобы отслеживать, да, там, в соцсетях на, так называемых, лидеров мнений, да, вот. Ну, вообще, с точки зрения удобства, конечно, у нас, кстати говоря, в период 19-21 число планируется и будут проведены несколько инфотуров и пресс-туров, а точнее три. По планируемым маршрутам, где точка входа туристского потока, а это термин такой, да, существует в отрасли, является вокзал, ЖД-вокзал, автовокзал города Владимира. И с этого вокзала человек может двигаться в Муром, может в Гороховец, а может Суздаль, Юрьевпольский, Гавпосад. Вот несколько таких туров мы будем отрабатывать, таких маршрутов, да, мы будем отрабатывать в экспериментальном ключе. Но все будет начинаться с Владимирского вокзала, то есть это отправная точка. Да, точка входа, да, туристского потока, это Владимирский вокзал, потому что ласточка, там, ну, Стриж, Сапсан позволяют быстро переместиться из центра Москвы в центр Владимира. Это существенное преимущество нашего, да, географического расположения. Более того, если это Гороховец, это та же самая ласточка, которая в том числе останавливается и на той точке, вот. Вот, и по Мурому, и мы отстраиваем программу с момента встречи, ласточка приходит, например, там 8.58, и мы отсюда стартуем в город Муром, а в Муром из Москвы приходит поезд в 10.35. И у нас есть вот эти полтора часа доехать до Мурома и там взять вторую часть группы. Ну, мы работаем в группе, в данном случае это малая группа, там 15-17 человек, вот, вместе с тем мы понимаем, как это можно экстраполировать потом на индивидуального туриста. Который может самостоятельно, да, взять свою семью, друзей, там, приехать. И, соответственно, наша задача дать здесь готовые решения в этом ключе. Но пока это только эксперимент. Ну, пока это планы, которые реализуются 19-21 ноября. Сергей Алексеевич, вы уже упомянули Гороховец. Вот смотрите, в ближайшие несколько лет 33-й регион ждут такие масштабные туристические мероприятия. Это тысячелетие Суздаля, это деньги, которые будут выделяться из нового банка развития БРИКС на Гороховец и Суздаль. И этим летом мои коллеги как раз-таки отправлялись в путешествие в Гороховец, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. Давайте посмотрим сюжет и обсудим. Сегодня Гороховец – столица каменных палат. Здесь сохранилось рекордное количество таких сооружений 17-го века. Их семь. Именно поэтому город включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. А значит, и благоустройство здесь не останавливается. Правда, турист, говорят, стал капризным. В город повторно едет, но не часто. По сравнению с 2019-м годом мы наблюдаем значительный спад туристического потока. Если в 2019-м году это было порядка 82 тысяч человек, то сейчас за период 2020 года порядка 12-13 тысяч человек мы наблюдаем. Городской парк Рощи обновлен капитально. От новых скамеек и сцены до системы видеонаблюдения. На благоустройство потратили 50 миллионов рублей. Это федеральные средства. Они были выделены в рамках проекта «Комфортная городская среда в малых городах». Более того, территория особенная. Здесь 69 курганов. Памятники датируются 12-м веком. Поскольку здесь на территории находится памятник археологии федерального значения, комплекс курганных могильников, все работы были приостановлены. Здесь работали археологи. И было изучено более 20 новых захоронений. Исторический центр Гороховца – памятник истории и культуры. Главная задача – создать новые проекты, фестивальные и просветительские. Для этого важна качественная инфраструктура. Чтобы привести исторический центр в порядок, нужны деньги. И они есть. Гороховец получил финансовую поддержку – больше 2 миллиардов рублей по программе сохранения исторических городов. Средства выделил Международный банк развития стран БРИКС. В списках на масштабную реставрацию больше 20 объектов. Это прежде всего памятники культурного наследия, а также 17 улиц города. По плану к работам по восстановлению исторического центра Гороховца приступят через два года. Сергей Алексеевич, вот в этой теме, как сейчас обстоят дела? Какой красивый город, да? Да, Гороховец очень красивый. Да. Мне тоже очень импонирует город Гороховец. Своим вообще потенциалом и своей исторической значимостью в том числе. Поэтому, конечно, здорово, что привлекается к нему внимание. И к этому вниманию еще и инвестиции. Работа ведется. Есть дорожная карта, которую необходимо пройти. То есть, дорожная карта мероприятий по утверждению документации, согласованию и так далее. Есть обозначен перечень. Есть перечень объектов, которые будут отреставрированы. Мы, соответственно, тоже включаемся здесь в эту работу. Держим руку на пульсе. В общем-то, процесс идет ровно так же, как и по Суздалю. Если говорить о туристических группах, которые... Ну, раньше мы привыкли, что приезжает автобус, мы привозим большие группы. Вот сейчас не отходит ли такой элемент туризма на задний план? Не путешествуют ли чаще люди одни, вдвоем, вот такой парный или частный туризм? Ну, это вообще, в принципе, к вопросу, опять же, про ограничения и про нашу ментальность. Потому что постепенно и взгляд человека начинает меняться. И вот это вот дистанцирование, да, или там отдаление друг от друга, оно и с физического расстояния переходит в какое-то расстояние восприятия внутреннего. Вот. И, с одной стороны, это позволяет еще и сконцентрироваться на сути пребывания, то есть точке притяжения. Человек уже задумывается, допустим, интересно ли мне в рамках группового турпродукта взять то, что мне дают, или мне интересно тогда сконцентрироваться на своих интересах и выбрать то, что я хочу. Вот. Вот здесь, я думаю, что рассуждения вот в этих границах идут. Если говорить про тенденции фактически за последние там полгода, то, конечно, крен переходит в самодеятельный туризм или там частный туризм. Разные используют характеристики, да, индивидуалов там, да, или физиков, как еще говорят профессионалы в этом ключе. Вот. Вместе с тем, для больших групп, там, 20-40 человек, сейчас могут возникнуть сложности у маленьких объектов по обеспечению качества предоставления услуг. В силу того, что есть рекомендации малыми группами экскурсионное обслуживание проводить, да, ограничения по количеству нахождения в экспозиции, количество человек, ну, и так далее. Поэтому, когда у тебя там семья или там компания, там, 3-5 человек, это комфортно, это... Удобно. Да, удобно. Вот. Кстати говоря, эту тенденцию музеи тоже чувствуют. И как раз-таки на рабочей встрече на прошлой неделе руководитель экскурсионного отдела Владимир Судовского музея-заповедника, да, Павел Михаленко отметил, что музей готов и уже предоставляет программы по времени, по таймингу. В 10 часов экскурсия, формируется мини-группа из индивидуалов, один человек, два, три вместе меняются, да, там, 5 человек в группу, и проходит экскурсия. Это минимизирует и финансовую нагрузку на приобретение экскурсионного обслуживания. Плюс снижены тарифы. Идут навстречу в этом плане тоже представители музейной индустрии и снижают ставки на, там, билеты, экскурсионные обслуживания и так далее. Развитие информационных технологий никак не влияет на индивидуальный туризм, и не рассматриваем ли мы какие-то платформы, которые могут помочь в ближайшее время туристам видеть маршруты как-то? Складывается такое ощущение, как будто мы репетировали такие вопросы, вы задаете актуальные, вот. Вот, поскольку именно сегодня у нас, вот, ну, вот у меня, в частности, проходила встреча, рабочая встреча с представителями ОСИ, с куратором по нашему региону, с Яной Коваленко, вот, с Александром Кузиным, кто у нас общественный представитель ОСИ здесь, в Владимирском регионе, мы сейчас готовим мероприятие, встречу стратегического клуба 33-го региона, на который будем освещать вопросы именно цифровизации и, в частности, в туризме. Так вот, есть такой проект «Цифровой след туриста». Над которым мы сейчас работаем, вот, как раз-таки плотно. Сейчас поставили график, у нас, ну, на 60% задачи по внедрению этого инструмента, они у нас реализованы. Я, с вашего позволения, оставлю детали этого проекта на презентацию, которая у нас планируется либо в конце ноября, либо вот в начале декабря, прямо в самых первых числах, презентацию этого проекта, его плюсы и возможности, который у нас открывает, да, название его это «Цифровой след туриста». Сергей Алексеевич, ну, кроме индивидуального туризма, группового, в Владимирской области может появиться и промышленный туризм на некоторых предприятиях. Это уже действительно действует, и руководитель вашего экономического блока неоднократно это подчеркивал. Я предлагаю послушать цитату первого заместителя губернатора Александра Аремеги и обсудить. Развитие промышленного туризма будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, конкурентоспособности и продвижению локальных брендов и региональных товаров, а также созданию эффективной системы профориентации для школьников и студентов, привлечению к нам туристического потока. Большую часть индустриальных туристов может составлять молодежь. Таким образом мы сможем не только развивать туризм, но и популяризировать работу на предприятиях в регионе. Ну вот промышленный, или как по-другому его называют, индустриальный туризм, он сейчас развивается по всей России. Как мы хотим его развивать, как мы планируем привлекать? Тенденция такая есть, и надо отдать должное Александру Александровичу, который как раз таки объединяет блок экономики, инвестиций с туризмом. И концепция нашего видения в данном случае, что туризм это такая обложка всего региона, это лицо региона, да, это уже к вопросу и про брендирование здесь, вот, потому что приезжая на территорию, да, человек ей вдохновляется и может привозить сюда свои деньги. Конкретный пример, один из туристических комплексов, гостиничных комплексов в городе Суздаль, Николаевский посад, именно по этому принципу и был построен, когда собственник имел проект по строительству в Владимирском регионе, в силу своей работы часто проводил здесь время, останавливался во Владимире, в Суздале, и настолько вдохновился этой территорией, городом Суздаль, что привлек, инвестировал свои средства, построив крупную гостиницу. То есть, вот тот конкретный пример, как это работает, и Александр Александрович как раз-таки уделяет этому время и уделяет свое личное внимание этому, да, формирует команду здесь, и мы очень плотно работаем с Департаментом экономического развития, с Александром Иршевским. На этой неделе тоже подписывается соглашение по развитию промышленного туризма. Вот, на данный момент предприятия, ну, проводятся переговоры, проводится работа, список сейчас состоит из 10 предприятий, кто готов откликнулся в этом направлении. Кому это интересно. Да, потому что это уже ведь и сложная работа, когда на предприятие приходит группа, будь то малая, 5 человек, будь то большая, если это 20 или там тем более 40 человек, это определенная нагрузка, должен быть, да, быть выделен специалист, кто уделит время, расскажет грамотно. Опять же, дополнительно, это площади, где принимать туристов, это музейные экспозиции, там, про историю того или иного предприятия, это, возможно, выставочный зал, это, возможно, дегустационный зал, если мы берем на пищевую промышленность. Комплексный вопрос. Вот 10 предприятий уже имеют опыт, готовы дальше развиваться, и список этот расширяется, он будет решаться только в совместной работе и в таких вот ярких примерах, которые уже у нас есть на территории региона. Ну, мне кажется, это будет очень интересно для туристов, которые будут приезжать, а вообще промышленный туризм – это что-то такое новое и интересное для многих. Интересно, на самом деле, он понятен, потому что у человека есть возможность прикоснуться к тому, что он никогда не видел. Да, что он никогда не видел, и понять в том или ином случае мощь нашего государства, нашей промышленности, или попробовать, как говорится, какой-то продукт, если мы там говорим, хлеб, например, шоколад, печенье какое-то, да, или там продукция, молочная продукция, да, и посмотреть, как это производится, да, понять, что там соблюдается, все нормы, там требования к качеству. И, конечно, это, ну вот, сразу возникает желание, опять же, ну, практика показывает, все к примерам, да, приобрести ту продукцию того предприятия, который… Который ты посмотрел, конечно. Да, 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 будь то это пищевая промышленность, будь то это, например, там, текстиль, вот, взять, хоть, пример, фабрика «Вангард» в том же самом Юре в Польском, да, где есть небольшой магазинчик, и группы туристов, если там, опять же, говорить, там, 20-30 человек еще, да, вот с этой точки зрения, ну, может просто находиться там час-полтора часа смотреть, выбирать и вдохновляться тем, что производит эта фабрика. Ведь именно там самый широкий ассортимент, что можно посмотреть, что можно приобрести. Именно там ценовой диапазон наиболее, ну, такой интересный, да, привлекательный для, там, простого человека. А в первую очередь мы все-таки все люди, поэтому мы непосредственно, да, ежедневно сталкиваемся с продуктами или, там, да, товарами этих предприятий. Которые мы пользуемся и потребляем. Конечно, конечно, да, интересно это посмотреть изнутри. Сергей Алексеевич, я неоднократно задавала вот этот вопрос по поводу технологичности современного мира, по поводу гаджетов. Вот смотрите, туризм сейчас, когда границы закрыты, когда мы все должны минимизировать общение друг с другом, но у нас есть VR-очки, у нас есть каналы на YouTube, мы можем посмотреть огромное количество передач, в принципе, даже не выходя из квартиры. Вот как вы думаете, это может в какой-то момент, ну, как-то уменьшить желание путешествовать, куда-то выходить? Вот этого туристической отрасли не боится? Вообще, конечно, туристическая отрасль – это про встречи, это про эмоции, это про впечатления, почему говорят, да, это индустрия впечатлений, это про вдохновение, про расширение кругозора, про, там, формирование личности и так далее. Вот, и в моем, вот в моем понимании, это эти процессы требуют личного участия. Насколько бы оно не было виртуальным или приближенным к действительным реальностям, вряд ли это сможет передать в полном объеме все ощущения человеку, если он находится на расстоянии. И вот то самое русское или российское гостеприимство, которым, да, которым мы говорим, которым славится каждый регион, каждый район, каждый город, вряд ли можно передать современными цифровыми каналами связи. Поэтому я к, там, онлайн-экскурсиям или к виртуальным каким-то путешествиям, я отношусь как к инструменту. Мы можем использовать это как инструмент для того, чтобы закинуть, ну, так называемую удочку, да, говоря таким, ну, бытовым языком, чтобы сформировать вот это... Желание приехать по-настоящему, скажем так. Да, 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 прочувствовать, да, эмоции, так сказать, вживую. Единственное, что вот здесь надо находить этот баланс, эту грань, насколько мы будем виртуально приближаться к фактической реальности. В этом случае мне очень нравится фотография. Она позволяет в большей степени переживать, ощущать себя в каком-то том моменте, додумывать, домысливать, ну, вот сопереживать, что называется. А именно сопереживание у человека рождает желание там, ну, быть сопричастным, поехать на этот берег реки, сесть на этом закате, прогуляться по там полюс, во время там дождя там, например, да, ну и так далее. Вот, поэтому только живая история, а все виртуальные это только, ну, инструменты. А как вы думаете, есть какие-нибудь, как вы уже сказали, инструменты, которые могут заставить человека просто взять и купить экскурсию там, где он никогда не был? Ну, потому что мы обычно очень практичные, вот нам понравилось в одном месте, мы вот туда и будем ездить, потому что мы знаем, что там хорошо. Вот в этом нету, с одной стороны, интереса и сложности привлечь туриста, который никогда не был в определенной точке. Заставить инструменты, конечно, есть, они, в общем-то, понятны, как можно заставить взять молоток, например, или еще какие-то инструменты, вот, поэтому наша задача спровоцировать, не заставлять, то есть спровоцировать это внутреннее желание, вот, чтобы человек сам себя заставил, чтобы он сам себе сказал, да, нужно там выделить выходные и поехать в какую-нибудь деревню, например, да, вот опять же, я что-то говорю сразу, меня вот на выходных проводили тоже онлайн такой конф-кол с представителями ассоциаций самых красивых деревень и городков России, такая же ассоциация есть на масштабе всей планеты, всего мира, да, и вот в эту там деревеньку поехать и насладиться той атмосферой, которая есть. Вот, вопрос, вот как спровоцировать, очень хороший, очень правильный вопрос, ну, используя, опять же, да, вот современные инструменты, но мне кажется, что эмоциональная, ну, такая подача, которая передается только человек-человек, она все равно останется более глубокой с точки зрения восприятия, ощущения. Да, у нас есть такое, ну, у меня в частности такое вот такое выражение или такой хэштег «Люди едут к людям». Вот приезжая на территорию к какому-либо человеку, который, это может быть настоятель монастыря, например, это может быть староста этой деревни, это может быть там какой-то конкретный экскурсовод, или это может быть художник, это может быть бывший предприниматель, который там лепит пельмени и готов принять там любого гостя. На территориях все-таки есть люди, и люди едут к людям. Вот в такой концепции я вижу самое, ну, такое точное, правильное донесение ценностей той туристской территории, куда человек приезжает, а сопричастность к этим ценностям может только передать эмоции. Человек-человек. Сергей Алексеевич, у нас, к сожалению, остается немного времени до конца эфира, но у меня есть время пока задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как работает сейчас туристский информационный центр, какие мероприятия там проводятся и будут проводиться в ближайшее время? Работает в режиме и в графике, который установлен туристским информационным центром. Все работает, опять же, конечно, и сотрудников центра тоже коснулась пандемии. Кто-то болеет, кто-то уже выздоровел, вот, но, в общем-то, работает в штатном режиме. По мероприятиям мы проводили круглый стол буквально в конце октября. Планируется круглый стол в ближайшее время, это завтра, по вопросам экотуризма, вопросам глэмпингов на территории Владимирской области. Вот, далее туристский информационный центр включается в работу по подготовке форума 19-21 ноября. Можем мы на нем тоже чуть-чуть остановиться поподробнее? Что это будет за форум? Это как раз-таки, да, конец ноября. Что там будет? 20-21 ноября форум автотуризма и караванинга – это первый международный форум, который проходит под эгидой Ростуризма. Будет проходить он у нас в Суздале. И 19-го числа, так называемый нулевой день, программа Ростуризма была расширена на 19 ноября. У нас форум региона России будет два круглых стола, который посвящен будет инвестициям и развитию детского туризма. Приглашаются эксперты со всей России. С программой можно знакомиться у нас и на сайте комитета, и на сайте Ростуризма, туристко-информационного центра. То есть информацию мы уже даем. Можно будет подключиться онлайн, поскольку будет участие в формате ВКС с другими регионами. Приезжают представители из ближайших регионов к нам в гости в качестве спикеров рассказывать про свои практики в вопросах инвестиций региональных, в вопросах развития детского туризма, безопасности и так далее. В общем, масштабный форум. Приедет Зарина Валерьевна Дагузова и планируется для наших гостей и культурная программа. Вот сейчас много уделяется этому внимания, потому что для нас это важное событие, которое привлекает, конечно, внимание всей России. И этот форум, мало того, что он международный, но мы еще и делаем акцент на том, что к нам приезжают из других регионов спикеры. И несмотря на сложности, в которых мы вынуждены работать, мы этот форум проведем. И поэтому, пользуясь случаем, да, там можно тоже пригласить поучаствовать всех желающих в рабочих круглых столах и мероприятиях, которые запланированы. И в онлайн формате тоже. Вот именно об этом я говорю, да. Любой человек может в онлайн формате поучаствовать, да. Очное участие у нас в основном для спикеров, а приглашенных гостей в данном случае. Сергей Алексеевич, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо, все хорошо. До встречи. Спасибо. Гостем программы «Здесь и сейчас» был председатель комитета по туризму Владимирской области Сергей Агудин. А завтра в этой студии обсудим новый порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным. Эти правила вступят в силу с 1 января. А я прощаюсь с вами. Хорошего вечера и до встречи.